Праздник Оберегать, любить, учить, быть другом и воспитателем одновременно. Через песни и стихи свою благодарность к маме на сцене выражают воспитанники ДК. Концертная программа насыщенная. Кроме концертной программы, воспитанники сами смастерили поделки, чтобы красиво оформить зал. Дети рассказывают о своих мамах, что они любят и как проявляют заботу о семье. Мама очень добрая, она заботливая, постоянно мне помогает на уроках. Я ее очень сильно люблю. Она подарила мне счастье, любовь, вообще все. Например, когда я очень голодная, мама быстро встает на плиту и готовит мне что-то. А ты ради нее что делаешь? Я ей помогаю в работе. Иногда в уборке тоже помогаю. Она у меня самая лучшая, самая добрая, самая красивая. Я ее очень-очень люблю. Для меня очень важна мама. Первое слово в моем детстве – это было слово «мама». Я считаю, что мама – это самый важный человек в любой жизни. У каждого человека есть своя мама. И каждый человек считает свою маму самой лучшей. На это мероприятие пригласили дочь Залины Шамаевой. Она сегодня в числе выступающих. Сидя в зрительном зале, мама чувствует ее волнение. Ведь каждое слово посвящено именно ей. Я просто поздравляю всех матерей с этим праздником. Мам и бабушек и дочерей. Тех, которые узнали, что такое материнство. Все свои стихи и танцы дети разучивали с воспитателями, которые подошли к этому мероприятию со всей душой. Ведь это и их праздник. Прежде всего я бы хотела поздравить свою маму с этим праздником. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. И сказать большое спасибо за ее воспитание, за то, что она вырастила нас, за то, что дала образование, за ее ласку, нежность и за добрые слова. День матери по традиции в России празднуется в последнее воскресенье ноября уже больше 20 лет. Но в какой бы день его ни отмечали, это отличный повод отблагодарить и порадовать главного человека в жизни. Хава Газикова, Мухаммад Беллакиев. Новости 24.